Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мискик. Меня зовут Ирина и сегодня у меня будет разбор коробочки от Ильдеботе Бокс. Если вам интересно узнать мое мнение о данной коробочке, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. И если вам будет со мной интересно, не забывайте, конечно же, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. И если вы на меня подписаны и вам не приходят уведомления, не забывайте просто щелкать на колокольчик, и вы всегда будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Ну что, поехали разбирать, что, собственно говоря, было в этой коробочке. Вон, вон, туда. Первое, с чего хочу начать, это то, что я сегодня не одна снимаю видео вместе с Кириллом, и он хотел вам показать свою новую игрушку. Это у нас идет Тони Старк, железный человек. Ему очень сильно нравится этот персонаж, и он хотел показать вам вот такого вот замечательного человечка, которым он сегодня везде не играет. Все, Кирилл, я выполнила твою просьбу, начинай снимать свои бьюти-банночки. Держи, Сэм. Ну что, коробочка мне пришла, собственно говоря, только сегодня попала, я ее только сегодня забрала с почты. И пришла она мне в этот раз просто вот такая вот коробочка, без огромной черной коробки, которая мне очень сильно нравится. Но ничего страшного, вложили мне, собственно говоря, как всегда, пакет, и был вот такой вот пробничек от Балдосарини. Здесь всего 0,3 мл, и мне дико не нравятся вот такие вот пробники, потому что они одноразовые, и зачастую нельзя повторить, обновить аромат на себе, чтобы понять, точно нравится он или нет. Но все равно большое спасибо, что мне, парфюмоманьяку, положили данную прелесть. Так что вот так вот, девчонки. Ну так вот, коробочка опять была лаконичная, абсолютная, абсолютно лаконичный черный цвет в стиле Живанши. Я так предполагаю, им тоже нравится данный оттенок. И здесь написано вот, что это Love Живанши. Все, да, больше ничего нет. И, собственно говоря, фештеги, связанные с LDBT. Давайте открываем данную коробочку. Я ее уже вскрыла, я ее уже открывала, поэтому с вами у нас не будет вот этого первого эмоционального ощущения по вскрытию. Ну, дело в том, что я просто пришла, открыла и забыла, что я хотела с вами поделиться своим мнением, что у меня в этой коробочке. Ну что, поехали открывать. Благо, что я не вскрывала сами продукты, не успела. Первое, что мне попадается, это вот такие, знаете, вот лощеные брошюрки, наверное, да, но не классные. Лощеные, глянцевые. Это идет у нас аромат Даллия Давинь, который должен быть представлен в данной коробочке. Кому интересно, ставьте на паузу, читайте, собственно говоря, что это за аромат новый от Даллия Давинь Нюд, что сам производитель подразумевает, как он описывает данный аромат и что он нам говорит. Так что, если интересно, останавливайте и читайте. Следующий аромат идет у нас тоже новинка от Givenchy, это Gentleman. На самом деле тоже интересный аромат должен быть, это тоже идет описание самого аромата от производителя. Ставьте на паузу, если интересно, еще раз говорю, и читайте, что здесь, чтобы не акцентировать свое внимание долго на именно описании данных ароматов сейчас. И идет такая, знаете, тоже лощеная, глянцевая, так скажем, брошюрка с описанием продуктов, которые здесь представлены в этой коробочке. Ну что, поехали по списку, посмотрим, что здесь у нас. Давайте, наверное, в декоративной косметике здесь даже есть уход. Первое, что нам должно было попасться, это тушь для ресниц, Noir Couture. И сам производитель обещает то, что это инновационная тушь, 4 в 1, объем, длина, подкручивание и плюс уход за ресницами. На самом деле, это прям громкое заявление. Собственно говоря, здесь у нас миниатюра представлена в 4 грамма. И это здорово, это реально здорово. Я в последнее время вообще подсела на миниатюру, срок годности у нее. Сейчас глянем. Давайте вместе с вами, если не будет отсвечивать. Я сегодня поменяла ракурс съемки. Не вижу, девчонки. Серьезно, я не вижу срок годности. Ну да ладно. Вот такая вот тоже. Слушайте, миниатюрка, конечно, реально классная. Миниатюрки вот такие вот. От люкса это что-то с чем-то. Здесь 4 грамма. И пока я вскрывать не буду, потому что, как я уже говорила, у меня есть туши, которыми я пользуюсь на сегодняшний день. И я не люблю много туши делать, точнее открывать. У меня она попалась в черном оттенке. Black Satin. Она должна быть такая, по-моему, как глянцевая. И щеточка у данной туши идет вот такая вот. Но вообще у Givenchy, как я уже много раз говорила, у них такие специфические щеточки, поэтому они все рабочие. Мне нравится то, что если, к примеру, вы хотите купить какую-то себе люксовую тушь, и вы думаете, какую купить, я могу посоветовать вам бренд Givenchy. Потому что абсолютно любая тушь, которая покупается и предоставляется, представляется в этом бренде, по моему мнению, это рабочие туши, которые они действительно, то, что заявлено, они делают. То есть, они реально классные, хорошие туши у этого бренда. Следующий это идет устойчивый тональный крем для лица. Tint Couture Fluid. Стойкость до 15 часов, комфорт, легкость, активные ингредиенты, входящий в состав, они еще и обеспечивают полное сияние, слияние, текстуры тонального крема с кожей. Так, ну и где ты? Надеюсь, мне попадется светлый. У меня получается Elegant Beige 4. Сейчас посмотрим. Такой вот пробничек у нас здесь идет 5 мл, но это достойный пробник. С учетом того, что у меня есть пробник от Makeup Forever, который мне попадался. Здесь его тоже 5 мл. И, как вы видите, летом я им пользовалась. Вот столько, девчонки, я только его использовала. Потому что для меня, наверное, тональный крем в такой объеме, это реально нужный объем. Так, девочки, запечатаны. И, по мне, кажется, то, что он для меня будет темноват. Так что сейчас я очень сильно светлая, как вы знаете. Я его, наверное, пока открывать не буду. Отложим его. Ну, очень здорово то, что есть такая миниатюрка. Мне очень хотелось, кстати, попробовать вот этот вот их такой тональный крем. Было интересно узнать, что это. Следующее, что у нас здесь, это губная помада Rouge Edition Vinyl. А у меня, по-моему, есть такая. Так, давайте, вот она здесь у нас объем. Нет, у меня немножечко другая. С девочки. Посмотрите, какой классный красный цвет. Универсальный красный цвет. Просто. Да, бомба. Такая вот упаковочка. Это просто мимимишность какая-то. У меня попадается в одиннадцатом оттенке. Rouge Rebel. Так что вот такая вот у меня есть теперь миниатюрочка. Ну, это прелесть просто. Девочки, это прелесть. Так, следующее, что попадается. Так, средство для сияния лица, кожа вокруг глаз. Блоссум. Так, блоссум. У меня уже такая штучка, кстати, есть. Она мне попадалась в коробочке красоты. Сейчас у меня будет 4 миллилитра. И я с удовольствием ей воспользуюсь. Она должна быть какая-то, по-моему, сияющая. Да. Это штучка, которая идет у нас, ну... Ну, это что-то такое розовое. Оно не выдавливается, девочки. У меня вообще-то что-нибудь есть. О, выплюнула. Ну, это, скорее всего, какой-то хайлайтер. Его, наверное, можно будет добавлять прям явные частички. Его, наверное, можно будет добавлять в какой-то свой тон для того, чтобы создавать эффект свечения. Мне кажется, даже метеорит из только свечения не дает, сколько вот эта вот штучка. Вот же он шел. Ну, интересный продукт на самом деле. Обязательно попробую. И, может быть, даже какое-то мнение смогу вам поделиться. Так, следующее, что мне попадается, это крем вокруг глаз против всех признаков старения. У меня здесь 2 миллилитра такой вот кремушек. Маленький. Ну, тут явно, да, вот видно. Это такой бежевый, а это прям явно розовый. И коробочка это больше такая уходящая в золото бежевая, а там идет розовенькая. Это тоже обязательно попробую. Попробую и вам расскажу. Ну, либо разыграю, подарю. Так, все. Это то, что было заявлено. Следующее, что мне попадается, это мужской аромат, который должен был здесь быть. Джентльмен, конечно, это здорово. Но здесь есть жемчужина. Девчонки, это есть жемчужина. Кто меня смотрит давно, и вы меня знаете, то, что я просто с ума схожу от миниатюрок ароматов. И здесь попадается вот такой вот аромат. Далее, Da Vin et de Parfum Nude. На самом деле, эту коробочку я заказала чисто только вот из-за этого аромата. Вот серьезно. Вот только вот из-за этого аромата я заказала данную коробку, потому что я очень хотела его попробовать, а полноразмерку покупать мне как-то не хотелось. И вот, в кульминационный момент, я купила себе такую вот коробочку. Это все стекло, это пластик. Описание то, что это действительно оригинальный парфюм. И как тебя открыть? Я не могу открыть. А, нет, все. Сейчас. Девочки. Девочки, это чистый мускус. Тут столько мускуса. Он такой классный. Но это мягкий мускус, девчонки. Это классный аромат. Вот, правда, с первого вздоха мне очень нравится. Но он сладкий мускус, знаете, вот сладкий. Может быть, даже есть какой-то мед, цветы. Да, это что-то классическое. Вот этот вот далее, девин, который есть. Но он более мускусный. Я, наверное, сделаю отдельно о нем свой обзор. Скорее всего, о нем поделюсь, потому что мне хочется о нем с вами отдельно поговорить. Достойный аромат. Правда, достойный. Хороший аромат, который... Я вообще рада, что он мне попался. Серьезно. Я обожаю такие миниатюрки. Мне очень сильно нравится. И круто, что все-таки я смогла. Заказала эту коробочку. То, что получилось у меня ее заказать. Кстати, смотрите, впиталась вот эта штучка. И осталось реально просто блеск. Ну, вряд ли, наверное, будет видно, какой блеск. Обладательница метеоритов вы меня сейчас поймете. Но не дает, не видно, мне кажется, тот блеск, который дает. Похожий блеск дают метеориты из летней коллекции. Весенней коллекции 2017. Абсолютно похожее свечение. Что здесь? То же самое дает. В общем, крутая коробочка, девчонки. Крутая. Еще раз говорю, мне эта коробочка досталась за 1390. Рада ли я, что я ее купила? Да, очень-очень рада. Этим ароматом я буду пользоваться. И как раз мне этих 5 мл хватит для того, чтобы решить, нужен ли мне полноразмерка в дальнейшем. Реально, вот такие миниатюрки, они выручают для того, чтобы сложилось мнение, нужно ли им покупать в дальнейшем, либо нет. Так что вот так вот. Ну, вот такая вот была у меня коробочка. Давно не снимала. Достаточно давно, несколько дней ничего не снимала. И еще раз хочу извиниться перед вами за то, что это видео было затянуто. Просто я немножко болею, но мне очень хотелось с вами поделиться именно содержанием данной коробочки. Да, немножко видео запоздало. Но если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Пишите свои комментарии. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу вот этого аромата, если вы пробовали его. Интересно узнать, что вы думаете по поводу него. Конечно же, подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить свежее видео. Я вас всех люблю, целую. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ирина. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Продолжение следует...